День России День России С приходом советской власти трудовые массы и творческая интеллигенция с удовольствием захаживали в подобные заведения. И теперь простой советский народ может позволить себе отдохнуть в красивом, шикарном ресторане «Золотой теленок». Дорогих гостей угощают в ресторане фруктами с заморскими натуральными соками, а на сцене непревзойденный шикарный дуэт. Когда этих годишек коснется рука, когда улетает из сердца тоска со мной, ты растешь и грусть и печаль, мой старый усталый рояль. Подкрепившись, посетители праздника перемещаются в уличный театр «Балаган», где демонстрируют актуальный репертуар тех дней. После просмотра все присутствующие устремились в шикарные фотозоны. Вдруг газетчик, размахивая последними новостями, сообщает о первых выборах в Станичный совет. Мы попадаем в годы Кубани-Комсомольской. Ретроавтомобиль, комсомольский митинг, все как наяву. Агитатор призывает вступать в ряды Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Поднимаем знамя! Товарищи, сюда! Идемте строить знамя Республику Труда! Только что все мы были комсомольцами, но посмотрите, немножко прошлись и мы уже в колхозе, помогаем накормить страну. Экскурсовод ведет к председателю колхоза. Товарищи, желающие вступить в колхоз, встречают интерактив и инсталляция кабинет председателя. Председатель бьет кулаком по столу и, как полагается, выбирает в колхоз лучших из лучших. И тут уже создана первая сельскохозяйственная артель имени Ленина. В Курине полукругом расположены плакаты и стенды с фотографиями о становлении сельского хозяйства и о колхозах 40-х годов. У нас свинина высший класс, целая, лучшая у нас! Конечно, потому что так любить, только могут наши указывать. А теперь я хочу подивиться, какой конюх у нас! Кони, какие у нас ловкие! А кони у нас правнее, хоть сейчас, в походу! Конечно, потому что казаки любят коней! Угощают здесь же гостей, как и полагается, свежеиспеченным караваем. В Курине работают творческие коллективы тополына, азовчане, казачья душа и горлицы. А завершается интерактив словами о том, что многие комсомольцы, не зная быта и не умея обрабатывать землю, но с огромным желанием накормить страну, внесли свой вклад в развитие и становление колхозов на Кубани. Но потом пришла беда. Война. И комсомольцы первыми встали на защиту Родины вместе с казаками. Кубань военная представлена в инсталляции военкомат и интерактиве запись добровольцы. Военком призывает к помощи. Доблестной Красной Армии нужны добровольцы, чтобы все вместе встать на защиту социалистического Отечества. В импровизированной обстановке солдаты под марш прощания славянки уходят на Аллею Славы. Аллея Славы наполнена экспозициями, поселенческими стендами, книжной выставкой и выставкой оружия поисковой организации. Возложив цветы к вечному огню, как дань памяти всем воинам, самоотверженно павшим в годы Великой Отечественной войны, жители и гости направляются на площадку Кубань спортивную. Война закончилась. Пришло время восстанавливать разрушенное хозяйство. Люди хотели скорее вернуться к мирной жизни, расти детей, строить планы на будущее. Большое внимание уделялось образованию, физической культуре и спорту. Да здравствует советский спорт! Здесь одновременно шли турниры шахматистов, любителей шашек и домино, показательные выступления гимнастов и клуба японских боевых искусств. Можно увидеть и все многообразие кубков и медалей ребят, как результат высоких спортивных достижений. Еще одной площадкой представлена Кубань мастеровая. Ремесленники, мастера декоративно-прикладного искусства и художественного творчества приехали со всех уголков Северского района, чтобы представить шедевры народного творчества. Изделия из кожи и бересты, тряпичные куклы, чеканка монет, роспись на глиняных изделиях – это все сделано золотыми руками наших умельцев. А далее вдоль аллеи всех собравшихся уже приветствовали молодые люди в национальных костюмах. Все внимание к презентациям национальных диаспор – Адыгеи, Армении, Греции, Азербайджана, Молдавии, Белоруссии, Украины и России. Талантливые молодые люди продемонстрировали многонациональное богатство района, единство народов, их дружбу и согласие. В хореографической композиции выступили коллективы с национальными танцами. Они причудливо переплетались, образуя настоящий венок дружбы. Зрелища поистине завораживающие. Четкие грациозные движения, сложные акробатические номера ставили выступления на очень высокий уровень. О творческих коллективах района и их мастерстве можно говорить долго. С уверенностью можно сказать – Северский район – это кузница кадров для лучших коллективов края. Праздник еще долго зазывал своим шумным весельем, танцами и песнями. Нарядные жители с удовольствием спешили в парк, участвовали в интерактивных представлениях, аплодировали талантливым землякам. Северский район не похож ни на один другой, он имеет своеобразный характер и душу. Самый любимый, процветающий, трудолюбивый, наши люди приносят ему славу своим трудом и поступками. Прошло 94 года со дня основания Северского района. За эти годы район достиг больших успехов в различных сферах. В вечерней торжественной церемонии на площади перед районной администрацией чествовали тех, чей жизненный путь является примером для нас всех – людей, которые своим трудом и патриотизмом показывают нам, куда двигаться дальше. Медалью за вклад в развитие Северского района наградили первого секретаря Северского райкома КПСС Виктора Пономарева. Звание почетных гражданин Северского района удостоили семь человек – Аркадий Акопян, Сергей Ахтименко, Павел Беда, Татьяна Зарецка, Игорь Крикун, Юрий Альденбург и Григорий Сокол. Трудовой путь так высоко оценен. Я очень благодарен тем, кто действительно его оценил. Более 25 лет я работаю в этой станице только в должности председателя совета главы сегодня администрации. Должности популярны, но тем не менее приятно, чтобы все-таки мне оказали такое высокое доверие. 50 лет я живу с песней. И я надеюсь, те песни, которые я посылаю вам, сельчанам, делают вас добрее, здоровее и лучшей в жизни. И особенно это относится к нашей молодежи. Праздничный вечер продолжили выступления хореографических коллективов Краснодарского краевого колледжа культуры, творческих коллективов и солистов учреждений культуры района. Маги, маги, красные маги, горькая память земли. Неужели вам снятся атаки? Неужели вам снятся атаки? Особый восторг вызвало выступление гостей вечернего торжества – артистов музыкального шоу-театра премьера города Краснодар. Они завершили кругосветное путешествие, огибая земную ось и пересекая все меридианы, представив фееричную, красочную вокально-хореографическую программу. 12 июня – это главный праздник для каждого россиянина. Величие и мощь нашей страны вызывают трепет и уважение. И пусть сила духа наших предков приносит развитие и благополучие, дает силы для великих достижений и веру в прекрасное будущее. В завершение торжества залпы яркого и красочного салюта в ночном северском небе рассыпались на миллион огненных фонарей. Гости и хозяева еще долго не спешили покидать площадь, наслаждаясь незабываемым праздничным настроением. Редактор субтитров А.Семкин